МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа НОВИН РЕГИОНА. У студии Олена Милищанкова. Витаю вас сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Амаль полтора мільйона кветок. Безліч школяровых сполученью пригожить Могилёв до юбилейной даты. Майстер-классы, дискуссийные пляцовки и выездные семинары. В Могилёве распачался двухдюнный форум молодых журналистов. Увага, дети! Специальное комплексное мероприемство распачалося по всей Беларуси. Амаль 700 земельных участков были предоставлены грамадянам на территории Буйницкого и Пашков. Могилёвского сельсовета у Могилёвского района за опошние 10 годы. Однако проверка Комитета Держконтролю показала, что по факте только пятая частка отримальников таких участков выконала усе законные обовязательства. Пытание законности предоставления грамадянам земли, эффективного и рационального выкористания земельных ресурсов, поддержки парадки на земле, стали головной темой брифингу супрацовников Комитета Держконтролю по Могилёвской области. Как прогучало подчас брифингу, выники черговой проверки специалистами КДК выявили шерох порушений в этом накерунку. Так проверка показала, что, например, в Буйницком и Пашковском сельсоветах Могилёвского района по факте только пятая частка отримальников участков выконала усе законные потребования. На остатних наделах то не завершили будауниство, а то и зусим его не подчинали. При этом Комитет Держконтролю выявил факты, коли отказные особы навод не накеровали до порушальников подписаний и не проводили одобрения земельных участков. Итоги проверки еще раз подтвердили, что большинство нарушений земельного законодательства обусловлены бездействием конкретных работников. В Могилевском райисполкоме уже принят ряд кадровых решений, уволены должностные лица, курировавшие земельные и строительные вопросы. К административной ответственности привлечен 21 гражданин за несвоевременное занятие земельных участков. 9 участков возвращены государству. Пытание про экономику, ценоутворение, инвестиционную деятельность, статистику и анализ может будет задать в субботу 27 мая. В этот день традиционную промую телефонную линию проведет наместник старшини Абл-Ваканкама Виктор Некрашевич. Телефоновать можно с 9 до 12 годин по номеру в Могилеве 50 18 69. В тот же час промые телефонные линии пройдут во всех городских и районных выполненных комитетах в области. Например, в Могилевском Гарваканкаме телефонование примет первый наместник старшини Гарваканкама Александр Потемкин по номеру 25 84 42. А у Бабруйским Гарваканкаме на пытание откажет Керауник с правами Людмила Пагуда. Телефон для совези у Бабруйску 76 21 41. От червяня у Могилевской области стартует Касавица. Нарыхтока корму для живелы важный этап сельской працы, бо от его залежит в творчестве молока и мяса. Поколе идут опошние прагатывания до Касавицы у некольких господарках региона у Бялыницким, Кировским и Бабруйским районах убирают кормы на экспериментальных полях, где полосами растут побочь некольких культур. Зеленый споживный корм с таких полев повелечил надой молока. Так подлечили у Кировским колгасерасвет имя Орловского. На этом поле Лявёске Тейкович и кормоуборочный комплекс прасует, что ранец. 200 тонн зеленой подкормки для живелы – так и план механизатора на этом незвычайном поле. Это задумка, наверное, агрономов, чтобы лучше было питательнее скоту кормить скот. То есть это не только красота, а еще и полезно? Ну да, походу так. Колгасерасвет имя Орловского – одна из некольких господарок в регионе, где все лето проводит эксперимент. Называются такие посевы кулисными, а зимая жито и свирепица тут растут широкими стушками. А при козьбе две культуры смешиваются и утворяют споживный и сбалансованный корм для коров. И особливо каштовный напроконцы весны. В прошлом году у нас было трудновато с кормами. В этом году у нас сурепица и рожь подошла, и получаем где-то 220 центнеров с гектара. И сейчас наш скот получает зеленую массу, которая более питательна, чем эти уже корма. Усё, что скошено на экспериментальном поле, одразу отправляется на ферму, где коровам рыхтует смачное и корыстное снеданье. Охотно животные это поедают, в том плане, что корм сочный, зеленый, богат витаминами, каротином. Животным в данный период этого недостаточно. Поэтому, соответственно, если животное больше ест, оно больше дает продуктивность. То есть больше молока? Больше молока, да. Эксперимент с полосатыми полями на Махилевщине лечит удалым. Бо с допомогой нового корма, який не потребует шмат выдатку, у маи повеличились надой. Два литра на корову плюс. Тому при нам сё в рассвете, в наступном годе, кулисные посевы поширать до трех сотен гектаров. А гэта амалю двая более, чем теперь. Молоко – это конечный результат. А чтобы оно было, надо создать базу. А 60% в затратах занимает корма. У Махилевской области предстоит першим укосом скасить травы на площади более за 200 тысяч гектаров, что не обходно для вытворчасти молока и мяса. Илона Иванова, Миколай Соболев, Новины региона. Могилёв притягивает отрымливать подарунки на день народжения. По словам наместника старшинниками ТТ экономики Могилёвского облаканкама Паула Марыненки, до 750 года партнёры с Китайской народной республики передадут Могилёву два электробусы. Гэта машины для громадского транспорта. Зарады аккумулятору хопить на 200 километров. У Китай шмат громадского транспорта выкористовывают минаэты электричную энергию с розными вариантами подзарадки. Частяком заправку для таких машин организовывают на самих автобусных станциях. Чекается, что электробусы передадут в областный центр в Червине. Каванная композиция маль полтора миллиона кветок упрыгожить Могилёву до юбилею. Без лишь колеровых сполучений на клумбах повинна надать святочного настрою. Упрыгоживанием станут и каванная конструкция для кветок. Моя коллега Кристина Каранкевич доведалася, какая новая рыса з'явится в оближе Могилёва до 750 годя. В сярод шматликой зелени у дворы Могилёвского машина будовничьего профессионально-техничного колледжа особенно стоять два каванная древы. Их по эскизах Могилёв зеленбуду выробили майстер разом с наученцами до юбилея города. Стальное листье и галё гнули под разными температурами. Самым складанным было выставить элементы на одном из ровни. Створальники древа кажут, працовать было непросто и вельми отказно. Все люди будут смотреть на эту работу. Ну, как бы хотелось плохих слов не услышать. Ну, как ты оцениваешь? Как получилось? Мне нравится. Ну, и другим, наверное, понравится. На кожной галинце будет кошек с виолами. Уникальные древы. Кожная вагой амаль у 800 кг. Могилючане худка убачить для кинотеатра «Червоная зорка» и у парку «Побач» с филиалом Академии музыки. Древы выробили за месяц, а до гэтуль хлопцы выковали великую шастиметровую конструкцию Могилёву 750. И на углу у городе шмат, где можно убачить майстерство юных кавалёв. Наши работы по всему Могилёву. Ратушу делали мы, ограждение кованное, тоже со студентами. На вокзале делали, музей Масленникова делали. Каб худший раз кветить город, зеленбудовцы спешаются. Холодная весна затягнула термины высадки. А левось уже можно зверить час по кветковым годиннику и любоваться разностайностью фарба у петуни, бегоней и айератума на клумбах. Это только начало. Только начало. И мы стремимся уже на данный момент. У нас где-то высажено только в Ленинском районе около 100 тысяч рассады. А ближе до осветкования 750 годя на Могилёвских схилах з'явится кветковое веншивание городу. Кристина Каранкевич, Миколай Соболев, Новина Региона. Третий областный форум молодых журналистов стартовал в Могилёве. Для больше, чем 50 удельников программы предугледжены майстер-классы от журналистов областных и республиканских сродков массовой информации, дискуссийные пляцовки и выездные семинары. На думку организаторов форума, он даёт махчимость знайомства с ужасными методами работы с информацией. У форума есть своя повестка дня и майстер-классы, однако головная – это диалог молодых журналистов и их больше в опытных коллегах. В первую очередь мне бы хотелось узнать и пообщаться с людьми из районов, потому что молодые люди, как ни крути, они должны двигать журналистику вперёд, они должны быть более коммуникабельные, более быстрые, оперативные. И вот насколько им это удаётся, есть ли у них какие-то проблемы, чем может быть областная пресса может помочь, как нам лучше взаимодействовать. На импровизованной выставе у фойе Держуниверситета имя Аркадия Куляшова что-то днюк из кожного района в области. На сторонках – життю райцентров и вёсок. Их люди и подеи. Мы привезли презентацию нашей работы, хотим показать коллегам своим, какие у нас есть достижения, какая у нас планка работы, и хотим подчеркнуть, конечно, опыт других коллег. Я думаю, что я ещё напитаюсь какими-то интересными идеями, я говорю, подпитаюсь именно вот молодёжи, потому что у них совершенно новый взгляд на газету, какой она должна быть, каким должен быть материал, его подача. Вот, поэтому мне, собственно, будет интересно, наверное, узнать именно это. Не выпадковая и пляцовка форума Могилевский Держуниверситет имя Аркадия Куляшова подрихтовал не один десяток журналистов. Тут створены широк уластных медиапроектов. Мы с удовольствием выступаем как соорганизаторы такого форума, потому что для нас важна преемственность подготовки. Это и владение методами, и введение инноваций, и передача каких-то традиций, это формирование социальных ценностей. Это очень важно на сегодняшний день. У кого-то получается лучше одно, у кого-то лучше другое. Все одинаковыми быть не могут. Поэтому всегда есть смысл двигаться за впереди идущим, для того, чтобы соревновательный режим был не только в спорте, но и в жизни. Только так можно получить какой-то результат, который будет выше, чем у конкурентов. Программа форума включает сустречу с творчими коллективами Радио Могилев и Могилевского областного драматичного театра. Павел Савицкий, Александр Тарасов, Новины Региона. У аварии в Дрыбинском районе отримал смиротные травмы 23-х годовых гражданин России. Как поведомили у Диаш-Аутоинспекции, на автомобиле Ауди он рухался по автодорозе Могилев в разном стеслау. На 63-м километре он не справился с кированием, машина заехала в кювет и перекулилась. Кировцы шпитализовали, а Лепраз в несколько годин в больнице он помер. Только с ближним светлом фар. С 25 мая по 5 червеня у Беларуси проходит специальное комплексное мероприемство «Увага дети». Супрозонники да и нагадывают водителям – худка летняя каникулы. Треба, чтобы дети не губляли пильности на дороге. Звернуть увагу на беспеку детей на дорогах и повысить дебаенность водителям – такая мета держа автоинспекторов на переде дни летних каникул. На протягу 10 дней с 25 мая по 5 червеня от автоуладальников потребуется рухаться у светлый час суток с включенным ближним светлом фар. Мы когда двигаемся, мы всегда с ребенком, и даже на работу я еду с утра, я тоже с включенными фарами. Это очень существенно влияет на безопасность в целом дорожного движения. А с учетом того, что сейчас начинается детская экономика, конечно, это безусловно правильно и нужно. Вы подъехали без включенного света фар. Почему? А, сегодня уже последний звонок, надо будет включать, да, я так понял. С 25 мая. Буду теперь ездить со светом. Обещаете? Обещаю. Все лето на Могилёвщине у ДТЗ были травмированы 11 детей. И, как показывает статистика, с надеходом тепла обстановка на дороге только погаршается. При проведении мероприемства «Увага, дети» выключение у Няма ни для якого виду автотранспорта. У дорожного движения принимать в дело мают право только машины с включенным светлом фар. По мерковании супрацовников ДАИ, да помогчи водителям заховать життё и здоровье юных удельников дорожного руху, повинных и батьки. Все мы в ответе за безопасность наших детей. Поэтому родителям необходимо ежедневно напоминать о правилах перехода проезжей части, вождении велосипеда, так как это самое распространенное нарушение для детей. По назераннях держаутоинспектору Могилёшчины на дорогах автомобили у основным с включенным ближним. Парушальникам же придется заплатить штраф. Его помер – до двух базовых величин. Олесь Рыбалка, Виталь Вопсю, Новин Эргийона. 120 выхованцев детячих домов семейного типа отправились на отпочинок на Круглянщину. Их приме экологично-туристичный комплекс района. Такие подарунки они отримали от областной организации Белорусского детячего фонда. Засиповича, Кличева, Глузка. Они съехали из всех районов в области, ка бразам отправиться в текавую вандровку. Як усе дети с нетерпливостью чекают веселости и забав. Знайомить малих и подлетков с самыми прихожими кутками Могилёшчины для областной организации Белорусского детячего фонда стало традицией. Третий год за пар тут организовывают таки отпочинок. Всё лето 120 детей из 23 домов семейного типа наведают круглое. У мясцовом экологично-туристичном комплексе для их подрихтована дённая забавляльная программа. Я хочу здорово отдохнуть и, может быть, найду хороших друзей. Будет классно, весело. Традиционно дети куда-то ездят благодаря Белорусскому детскому фонду. Им нравится, они общаются друг с другом. Поэтому спасибо. В прошлом году двухдневный такой тур у нас был в Горийском районе, а в этом году мы будем открывать для себя круглое. У нас там очень интересная программа, поэтому я уверена, что сегодняшний день доставит им истинное удовольствие. Будет хороший праздник. А на этом наш выпуск завершен. Я ожидаю вам доброго настроя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин